добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о моральном авторитете мы говорили с вами об очищении совести сегодня хотел добавить только лишь одну небольшую ремарку о том как обнаруживается наш авторитет как он проявляется как дети могут его увидеть мы говорили очень долго об очищении совести и сегодня я хочу подвести некий итог и так наш авторитет обнаруживается проявляется когда наши действия согласуются с нашей очищенной совестью или не очищен неважно любые наши действия они зависят от состояния нашей совести когда мы с предпринимаем какие-то действия шаги да или принимаем какие-то решения то они всегда на чем-то основаны и один из важнейших факторов влияющих на качество наших решений и действий это наша совесть вернее ее состояние и когда наша совесть чиста когда наша совесть давайте так она не спит и не дремлет и не умерла наши действия совершенно очевидно обладают открытостью свободы и совершенным миром знаете когда совесть не чиста когда ты перед кем перед кем-то например виноват и вы приглашаетесь на какую-то встречу да и вы должны там будете выступить и рассказывать какие-то вещи и вдруг вы видите что там присутствуют люди против которых вы совершили не очень хорошие поступки ваша совесть начинает вас судить и это замечает абсолютно все люди однажды я разговаривал с одним проповедником и я хочу привести этот пример потому что он очень хорошо иллюстрирует то что я вам хочу донести в его жизни однажды был случай когда он согрешил против одного человека ситуация была очень щекотливая и очень некрасивой и он попросил прощения у этого человека но сделал это не совсем искренне и вы знаете совесть его постоянно судила постоянно в нем бурлили вот эти страсти он постоянно боролся сам собой потому что внутренний голос он говорил ему ты не прав ты вот то что ты там сделал это неправильно но он говорит я успокаивал себя что это было сделано ради там служение богу там и так далее и вы знаете со временем он начал рассказывать эту историю с кафедры он начал рассказывать эту историю иначе чем это было на самом деле он не лгал он просто внутри где-то изменил реальность и те вещи которые он говорил он в них верил ну по крайней мере по его словам и однажды был в одном собрании он проповедовал и в качестве иллюстрации привел эту историю измененную им и когда он ее закончил он увидел в зале того человека о котором была эта история ингид я готов был провалиться сквозь землю и моя совесть она просто взорвалась внутри меня и она начала меня просто осуждать я больше не мог продолжать что-то говорить и несколько месяцев не выходил даже на сцену но потом он нашел себе силы нашел этого человека они поговорили помолились и его совесть стала совершенно свободной но всякий раз когда он приезжает в какую-то церковь где он уже говорил приводил этот пример ведь мне все равно стыдно выходить за кафедру стыдно признаться что я несколько лет лгал но и стыдно говорить какие-то вещи знаете это заметно это заметно когда ваша совесть она нечиста и вы делаете какие-то поступки или же когда вы чисты например я могу привести пример из собственной жизни один очень известный человек обвиняющий меня в том чего не было на самом деле постоянно говорил о том что моя совесть не чиста я постоянно призвал его давай мы встретимся и поговорим об этом и он все время говорил о чем мне с тобой разговаривать мы все о тебе знаем и так далее и так далее и так далее и многие люди они говорили но это очень высокопоставленный христианин это большой человек он не может лгать но знаете как бог сделал так что однажды мы встретились в публичном общении и те вещи которые я говорил я говорил совершенно свободно я смотрел ему в глаза потому что я ничем против него или против его церкви или против его людей не согрешил но все видели как ему было неуютно как он постоянно прятал глаза в пол как он иногда поднимая их нагло с вызовом смотрел в мою сторону махая руками и так далее и вы знаете когда подошел ко мне один парень и сказал я видел насколько ты свободно говорил глядя на того кто тебя обвинял но я наблюдал за ним он очень эмоционально реагировал на каждое слово это подумаешь так что он такое несет и так далее и играет на меня еще больше впечатлило то что как только закончилось собрание он сразу ушел знаете как бы мы не пытались показать что мы действуем из лучших побуждений на самом деле все окружающие нас люди они прекрасно видят чистали наша совесть или нет и когда мы говорим о наших детях когда мы говорим о том что они видят и чувствуют что они понимают они видят и чувствуют все они видят нашу фальшь они видят где мы не поднимаем глаз где мы лжем где мы лукавим где мы поступаем нечестно и как только ваша жизнь как только ваши поступки будут руководствоваться очищенной совестью ваши дети это заметят и ваш авторитет моментально вырастет как минимум в глазах